Жалко, что мы не в прямом эфире, да? Короче, я однажды вытаскивал один артефакт из одного старинного места и нашел там... А что, мы снимаем, да, уже? Да. Короче, такая тема, пацаны. У нас там в чате ребята взбеленились от разговора про то, что, типа, разные лампы в микрофонах по-разному звучат. А ну-ка, докажи. И мы поняли, что нашей студии не хватает чего. Конечно, не хватает вложика маленького. Поэтому мы сегодня будем заниматься всякой ерундой и параллельно попробуем разные... Собственно, что мы каждый день делаем. Да, да, ну просто, чтобы не было этого, типа, сидит официально. Илья, всем привет, добро пожаловать в мою студию. Вот это вот... Ну, вообще-то да. Фак ю. Короче, мы просто возьмем Neiman U67 винтажный, послушаем его с разными лампочками, потом выложим файлы, проведем тест такой, ну, типа, квазинаучный. То есть мы поставим один и тот же микрофон перед динамиком. В том же положении, потом поменяем лампу. У меня есть, знаете, чего для этого? Максим Горький! Шутка. Нет, он тоже, кстати, подойдет для этого, потому что он умеет петь. Я специально по этому поводу затарил вот таких вот немецких военных лампочек, телефонки, которые еще никогда в жизни не открывал никто, они запечатаны. Ммм, пахнет временем, жалко, камеры не передают. Немецким военным причем говорить. Музыку не надо, да, немецким военным временем. И у меня есть нос, лампочки, телефонкин. Подожди, Макс, я играю. Продолжай, Макс. Спасибо. Это первый ролик на YouTube, где оператор затыкает тех, кто в кадре. Тварь. Короче, что нам нужно? Нам нужно взять микрофон. Давай мы его сюда притащим просто. 67-й? Да. Это Валера, а? Не пущу его там засетапить. Как-то хочется здесь его засетапить сразу, потому что там просто тащить туда монитор, тащить туда Горького, все пересобирать туда, бегать. А здесь мы включим на запись, поставим его рядышком. Мне кажется, тащить туда Горького Горький не откажется. Горький не отчу не откажется. Правда, Горький? Пойдем туда. Стырим микрофон. Эпичный сейф, причем с паролем, чтобы вот был. Нет, в сейф не надо. Вы лучше эпичный заснимите. Черт. Если что, я эпичный копаюсь в сейфе. Мы точно таки наснимаем? Может быть. Надо, надо, надо. Я принес микрофон. Мы вчера узнали, что у нас на студии, в здании, где студия, можно выйти на крышу, короче. Оттуда видно, как федеральный собор, не по ручному зачатия. Максим максимально далек. Жалко, что мы не в прямом эфире, да? Покажи им Звездное Братство. Короче, я однажды вытаскивал один артефакт из одного старинного места и нашел там... Ну а мы не скажем, что это будет. И нашел там такой документ Звездное Братство. Клуб любителей электронной музыки, дорогой друг, мы рады, что вы обратились к нам. Впервые в СССР создан клуб любителей электронной музыки Звездное Братство при компании ФосАрт. Короче, там весело было. Не вврежься, пожалуйста, в стекло. А нам еще с вами, знаете, что понадобится? Паучок-паучок, да. Дай мне ниточки-клочок. Паучок-среволок. А где у нас, кстати... 220. А где у нас кейс с лампочками? У нас есть такой кейсик с лампочкой. Я надеюсь, что я сейчас его открою и в нем лампочек. Окей. Так. Окей-кей-кей-кей-кей. Валер, а ты не поможешь нам? 220. Там вот это все. Ты что, выгнал Горького? То есть ты... Ты что, выгнал Горького? Он там просто кофе для меня делает. Нет, для меня в целом. О, ты... Короче, ты прикоснулся к 1178, и у него стрелки прыгнули. Может, потому что я из него сначала вытащил 220. А вы знаете, что, кстати, есть такой секрет с... Ну, мне так говорили, что компрессор 1176, я не знаю, с 1178 это работает или нет, типа можно понять, насколько быстрый или медленный компрессор, потому как у него при включении отстреливают, типа, стрелочки. Вот если они медленно поднимаются, то он медленно. Если быстро, то быстрее. Ну, типа между двумя юнитами можно понять, какой быстрее. Говорят, старожилы этих мест. Я видел... Я видел в нагнях на ревербе... Тут у меня чуть чертся не остановилось. Короче, два блока питания от 67. Подобранная пара блоков питания... Чуть там... Ты скидал, конечно. Четыре девятьсот пять тысяч долларов. Не, ну я скидывал, но я же в видосе не показывал. Два винтажных блока за пять тысяч долларов. Фак ю. Я так не хочу. Крибли, корабли. Надо, кстати, починить там свиллу. Он, видишь, так собран задом наперёд. Угу. Как-то цитовно. Ну, хвостик будет сзади. Ну, конечно. А то это не солидно как-то. Хвостик сбоку. Я думаю, что там рука советского инженера побывала. Но это винтажный 67-й, 63-го года. Не менее винтажный в советском инженере. Не менее винтажный, чем я. Окей. В нём стоит нос-лампочка Telefunken EF86. У нас ещё есть, но с лампочком Mallard. Ооо. А знаешь, какая? Там на столе стоит много ламп. Вот их можно сюда притащить. Да, я хочу их всех, дружок. Вот. Мы этот микрофон сейчас включим. Я в него поговорю, наверное. Потом мы поставим его перед динамиком. Включим какой-нибудь драм-луп. Поменяем лампочку и включим такой же драм-луп. В том же самом месте. Всё просто вот, чтобы вообще ничего не двигалось. А потом послушаем Горького, который попоёт микрофон с той лампочкой и с этой лампочкой. Как он появился, его тут не было. Так, подожди. Знаешь вообще... А его включил уже, да, Валерий? Отец Валерий. Сейчас мы нюцы покажем. В смысле микрофона. Ничего такого. Так. А, всё правильно. Здесь Mallard как раз. И здесь Mallard? Да. А, покажи мне эти Mallard. Там, короче, есть... Вот это самый, как бы, свежий на вид. Нет, дело не то, что свежий на вид. Просто там есть один такой прям трушный, какой-то старый британский. Там телефонки есть ещё. О, и телефонки. Не, все, 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 сюда. Вот это, на котором написано British Made, мне кажется, что это смытая левая совершенно лампочка. А вот это, на которой написано Made in Great Britain. Очень классно звучит. Она новая. Но если вы хотите, мы можем другую новую из коробки. В общем, разница. Не, просто у нас там есть чувак в чате, который скажет, нужно прямо вот из коробочки достать при нас. Не знаю. Ну, короче, вот эта чётенькая совершенно лампа, очень приятная. Три лампы, ребята. Вот эту малую, британскую, этого достаточно. Telefunken EF86. Там должна быть нос ламп. Нет, это не нос. Да, больше Telefunken нет. Нет, есть. А ты помнишь, что у нас ещё один микрофон есть? Да. Так же может и лампа быть? Вот в нём, по-моему, стоит нос 86. Прям типа нулячий. Ну, мы уж на одном микрофоне потестим. Значит, мы используем, получается, что, пацаны, три лампы, да? Три разные лампы разных годов и, в принципе, слегка разных производителей, хотя устройство ламп одинаковое. Ну, там, кстати, нет, ты знаешь, некоторые производители смывают маркировку с лампы и, ну, как бы, ставят свою. Ну, типа лампы Миссабуги, это, например, отечественные лампочки Электрогармоникса. У нас не парит телефон, у нас же влог. Ха! Так, на приблик равен бумс. U67. А микрофон? Ой, ну вот, Валера мог бы, конечно, и покручить ещё и придумать. Давайте мы его включим в Мишин 73. Понял, Валер? Что? Я говорю, что я его включу в Мишин 73. Мне кажется, что это веселее, чем... Просто мы потом ещё через динамик будем пригодять. И что? Ну, чтобы почище было. Ну, так всё будет чисто, просто тридцаточку поставим и будет нормально. Что думаешь, сначала попить с тремя вариациями? Вот он, малыш. Сюда что-нибудь поставишь? Свежащий. Сюда? Ну, сейчас мы послушаем, выберем, что-нибудь да поставим. Можешь пока малыш втащить, тот, который самый, как сказал, свеженький. Ребят, дисклеймер. Я не больной по лампам, и как бы я не считаю, что важно, чтобы обязательно была, типа, только какая-то самая правильная лампочка. Но они реально звучат по-разному. Мы в следующий раз сделаем такую же историю с U47 и Electrical Tube, электрической лампой Firedress, заменой легендарной лампочке VF14. И вы послушайте, как по-разному они себя ведут. И то, и то, кстати, классно. Потому что есть люди, которые говорят, что... Которые ищут, короче, абсолютно, типа, что для них либо черное, либо белое, типа, между черным и белым ничего не существует. Я так и не считаю. Но сегодня по-тестим и поймем. Я просто думаю, можно начать с Макса, который чуть-чуть попоет. Сейчас я принесу поп-фильтр. Можете развлекаться, делайте, что хотите, веселитесь. Чтобы вы понимали, ребят, это студия настолько хороша, что даже у поп-фильтров, собственные стойки. Я просто понял, что зачем поп-фильтру вот это колено, которое может помогать бочкам, людям. Родосок. Отсылка к видео, которое стоит посмотреть. Мы, да, у нас есть такая заморечь странная. Используем поп-фильтр на отдельной стойке. Это не всегда классно, но очень удобно, когда делаешь всякие тесты. Конечно, поп-фильтр никак не связан с тем, какой микрофон стоит. Отодвинул один микрофон, подоставил другой. Можете использовать как мухобойку. Ну ладно. Затых, знаешь, в чём? Затых в том, что когда поп-фильтр прикреплен к той же стойке, часто вокалисты носиком или ещё чем-нибудь задевают поп-фильтр. Нам надо, чтобы лампы были прогреты. Надо согреть лампу. Нам же знаете, что скажет Иван Скачков? Он скажет, а лампы прогревали разное время. Надо засекать поминутно, наверное. Ты смотри на меня таким взглядом, но я сразу хочу выпить. Отлично. То есть потом микрофон просто снимаем со стойки, меряем. Подойди поближе, нормально же стоит? Да, идеально. Надо что-то только будет петь очень однородно. Ты что, минус туда загружил? Не, ну хочешь что-нибудь такое подинамичнее? Может, он споёт колыбельную какую-нибудь? Какую? Не знаю. Спокойной ночи мудрошек, не видишь, петь. Давай. А тебе в ушах что-нибудь надо или как-то? А в каких ушах? Зачем? Только у нас кондиционер выключился. Так, то есть сейчас у нас... Давай нажимаем на рекорд, пускай она пишется всё время. Ты маркеры поставил. Сейчас у нас стоит лампочка. Давайте вспомним, какая. Там стоит лампочка. Маллард Еф-86. Британская. Спокойной ночи мудрошек тебе подходит, да? Помнишь текст? Спят усталые игрушки, книжки спят. Всё классно, только у нас почему-то не пишется. А нужно, подожди, нужно рекорд, дефолт-рекорд-ротик включить. Ну-ка, ещё раз. Спят усталые игрушки, книжки спят. Кстати, в этом микрофоне хорошо должен горький прозвучать, честно говоря. Одеяло и подушки ждут ребят. Та-да-да-да-да-да. Мы потянем потом. Мы почти попробуем. Окей. Это сейчас у нас мало. Уровня немало у нас? Да, ну всё. Хорошо, это мало. Значит, теперь мы делаем лёгкое туши. Лучше выйду ночью в поле с конюнером споют. Там есть нюанс в том, что люди... Ну, то есть там скажут, что все лампы должны прибыть новые. Листит прям вот совсем новую. Это вам постояло в этом. Да, это очень хорошая лампа. Мы пойдём с конём по полю вдвоём. Видео противоречивое. Сейчас микрофон прогреется. Пускай дадим ему минутку другую. Сейчас. Сейчас лампочка Telefunking EF86. О! Это как бы субъективная часть. Потом мы поставим динамик, и всё будет вообще просто... Один и тот же драм-луб будет играть. Рекорды. Спят усталые игрушки, книжки, спят... Да, мы с ним всё хорошо. Можно больше улыбочек? Да, улыбочки, пожалуйста. Всё хорошо, теперь можно стройно, пожалуйста? Да, да. Дай ещё раз пою. Больше секса. Спят усталые игрушки... Это да ладно, мы сидели... Ты про какие игрушки поешь, Максим? Непонятно. Таким голосом. Окей, давай... Давай третий ламп. Ой. Мне звонит классный человек, Миша Попов. Алло. Привет. Ну, мы тут тестируем лампочки для 67-го, но я думаю, что наша беседа важнее. Предатель. Сейчас я лампочку передам и выйду на секунду из комнаты. Новенький. Новая лампочка. Ну, чё, всё? Ты такой деловой с этой камерой. Скажи это. Нет, нет. Нас точно забанят. А? Побитель моё, мимо, по ожиданию. Да, пускай греется. Ну, давай, эту минуту запомнит Макс. Нет, тогда это будет... Я отстраиваю гитару. Я не басист. Спят усталые игрушки, книжки спят. Усталые пандушки ждут. Ну, так, навскидку, разница небольшая всё-таки есть. Глория, иноксесис Тео, Глория, хайлуйя. У-у-у-у, а-у-у-у-я-а-а-а-а-а-а. Пока. Ё-у. Хорошо. С возвращением. Пока. А чё, третью лампочку сделали? Да. Да. Макс и лично грел. А можно послушать? Лично чем? Своим эго горячим? А вот надо было присутствовать, все бы узнал. Ты уже это сделал. Что он поет, ребят? А давай это удалим к чертям собачьим? Что, сделай погромче так, тихо, я же глухой старый. Ну, Фейдер там свой бегуночек-то, ну подними, ну ты зря в музыкалке учился, что ли? Деяло и подушки ждут ребят, а деяло и подушки ждут ребят. Деяло и подушки ждут ребят. Ну это действительно самое классное, последнее. В смысле, ты имеешь в виду это? Нет, вот это вот. Послушай вверх. Ну да, кстати, это на самое верх. Файлы смотрите в описании к этому видео! Нет, не надо. Ты че за эпилептические припасы сейчас будешь? Слушай, мне надо файлы. Кто-нибудь сделает ремикс. Автор лучшего ремикса получит подарок. Лампочку Mallard's EF86. Ведь люди, наверное, не знают, сколько эти лампочки стоят. Вот эти лампочки, вот эти, которые военные, стоят что-то в районе 200 долларов за лампочку. Ну дай еще раз. Ну вообще, я это от себя, конечно, скажу. Но в третьем случае очень сбалансировано тембрально, очень открытый и красивый верх. Во втором случае тоже классно, приятно, но не такой открытый верх. В первом случае меньше тела ощутимо. Я понимаю, что если бы я такой тест увидел на YouTube, я бы докопался и сказал, ну это типа ненаучно, потому что, типа, мало ли он там голову повернул на сантиметр вперед-назад, этот ваш певец. А у тебя вообще звук-то пишется, кстати? Да. Класс. Прямо с микрофона? А у нас, кстати, знаете что, у нас сегодня тест. У нас на камере стоит микрофон не в аддон. Не в аддон. Короче... Сейчас мы поставим микрофон перед активным монитором и будем менять в нём лампы. Уровни будут те же самые, ничего не будет меняться, кроме лампчика. Прекрасный аналоговый Neumon KH310, про который мы делали обзор, кстати, недавно. Кто не видел, смотрит. Обзор. Обзор. Вы не представляете, здесь всё? Клок, да? Угу. Ждём, реконектим. Короче, вы не представляете, что здесь сзади происходит просто. И я даже не хочу показывать. Некоторые говорят змеиная свадьба, да. Я не очень люблю этот термин. Ну, то есть это как-то тупой юмор, знаете, такой. Как обычно у меня. Вот. Кто же не закрутил ты микрофон? Микрофон стоит на стоечке. Снимать, менять лампочку. Сейчас там, получается, стоит последняя вот эта, да? Супер-лампа. Супер-тюб. Мы починили светильнички, заменили подгоревшие, устранили всякие проблемы с электрикой. Да, студия, короче, это как ретро-автомобиль. Покупаешь классный, потом открываешь капот, а там много всего. Я не купил, ребят, просто. Just to be clear. Я просто честный арендатор. Сейчас мы перезапустим. Короче, пока я ставил стойку, я, естественно, наступил на провод, отключились все Apollo. Вообще, кстати, разные лампочки в разном оборудовании, в общем-то, работают по-разному, как ни странно. И даже после замены лампы рекомендуют производить, как сказать, перекалибровку оборудования. Ну, например, вот Massive Passive, там, ламповый эквалайзер. Он реально по-разному себя ведёт на разных лампах. Я не знаю, почему люди считают, что это всё одинаково. Я пытался починить вытащенный провод. А, это круто. Это по-нашему. Вот, а ещё, например, есть такой микрофонный мастер Клаус Хайн. Хайн или Хайн. Можете почитать. Он много пишет на международных форумах. И Клаус, в частности, писал большую статью по поводу новых U67 Нойманов. Рядом со старыми U67 Нойманами, винтажными. Большое такое сравнение. Вот. И он, ну, очень тоже такой высококлассный специалист. Один из легендарных людей в мире микрофона реставрации, создания, восстановления и обслуживания. Это что, были аплодисменты? Да, аплодисменты. А что ты делаешь? Мы же записываем. Но мы записываем теперь драмлупы. Давай возьмем какой-нибудь классный драмлуп. Конечно. В общем, Клаус Хайн делал большую статью и разбор нового U67 Ratio. И он, впрочем, сказал, что первое, что нужно заменить в этом Ratio, это лампу. Потому что на той лампе, которая стоит в нем в оригинале, микрофон как бы звучит не так, как должен. Я с ним, кстати, полностью согласен. Я не топлю и не говорю, что там кто-то в интернете не прав. И давайте сейчас все с пеной рута будем на стенку драться и рассказывать, что нужно. Что нужно менять лампы постоянно, но то, что лампы звучат по-разному, и для меня это абсолютно истинно вообще с детства. А можно помедленнее какой-нибудь, ну пошире просто луп? Типа не 160 в темпе, а а то я не смогу собирать. Отлично, давай попадем. Мне кажется, он такой не артикулированный. Не артикулированный, хорошо. Ну давай, артикулируй это. Отлично. Ну что, поехали? Можно ведь? Ты все сказал? Нет. Нет, я не умею играть просто. Давай, теперь я напишу луп, давай создадим отдельный трек и сразу подпишем, что это EF86 или как она называется. Ну короче, наша самая трубшная лампушка. Тут даже номер 62-67. Тоже модель, кстати. Как напишут 900 людей в комментариях, на хит не влияет. Я согласен полностью. Музыка как бы, останется музыкой даже в 58-м шуре. Давай послушаем на секунду, что пишется, чтобы убедиться, что мы там не пишем. Вообще, стало лучше. Оказываем услугу по прогонянию ваших драм лупов через винтажный Neumann U67. Через U67, который идет через 1073. А, нет, это был раздорожник. Смотри, научился. А был простой казанский парень. Так, теперь мы меняем лампу, только смотри, что нам важно. Нам важно сохранить положение микрофона в пространстве. Так, теперь обычный EF86 телефонкин. Сейчас-то мы узнаем всю правду. Говорят, если слишком долго тестировать микрофоны на студии, то придет жена. Если бы поверье. Ближе к 11. Ой, ой, ручки дрожат. Ты волнуешься? Ты знаешь, я считаю, что это величайший микрофон. Он не делает из меня хорошего звукорежиссера, но все равно он очень помогает. Поэтому это такая редкость, и слава богу, что у нас есть возможность таким вещами пользоваться. Так, что еще? Чем похвастаться? Нечем похвастаться. Похвастайся результатами чего-нибудь. Тренировка. Неплохо. О, чувак, давай надо показать ее смотри. EF86, 62, 67. Просто видите, вот здесь такая вот с орлом печать. Ну вот, там видите, с орлом такая штучка, птичка, с птичкой. Вот лампа с птичкой. А теперь лампа просто обычная EF86 без птички. Напоминаю, результаты тестов можно будет скачать по ссылке в описании к видео. Ставим лайки, колокольчики, подписываемся. И блин, я думаю, что надо на основе этих тапок сделать просто линейку обуви. Ну что, поехали? Давай, Валер, ты сможешь. Черт. Не смог. Давай. На улыбочке, потому что. На улыбочке, потому что. Это я кат нажал на контроле. На улыбочке. С этой лампой даже низ звучал полновесие в мониторе. Знаешь, как хаинчики говорят? Один у меня есть приятель, который говорит, типа, вот, знаешь, я слушал запись и слышал просто Брайна Ферри. А вот когда я включил её через этот ЦАП или через этот Клок, я увидел мокрый асфальт. Женщину в черном, в красном платье. Ёлорк. В ночь. Это круто, когда у людей есть образные мышления. Жаль у меня его нет. По-моему, ты только что поле для холиваров создал. Я и есть поле для холиваров. Ха-ха-ха. Только не надо меня перепахивать. Так. Окей. Хорошо. Где таланчик? А, вон она. Да, у нас, короче, гостил несколько... некоторое время. USB кабель АБ, такой, знаете, квадратный, ну, как от принтера, за 50 тысяч рублей. Мы хотели его снять шуточный ролик на эту тему, но потом решили, что не надо никого обижать. Каждый верит в то, что хочет верить. Вот. А мы просто рассказываем о том, во что верим мы. Вот. Так, а сейчас у нас лампа, которая... Маллард. Мюллерд. Ну шо? А блок питания? Есть? Угу. Пусть тоже подогреется немножко. Ну что, сравним? Ну чё, мне кажется, мы сами себя обманывали. Может, один тот же фото? Ну, можешь поставить колечко? Красное украшение. Можно? Давай. Папа босс. Сейчас я вам всё расскажу. Да нет, нет, девочка. Ты знаешь, ощущение в конце же, как выглядит он с бокалом. Один в один. Ну да. Честно говоря, мне больше всего нравится E86 Telefunken. Значит, вот это у нас... Давай её сразу подпишем. 62-67. Она действительно ярче чуть-чуть, но у неё не такой тычок внизу, не такой пинок. Обычная 86-я чуть-чуть не с таким верхом, но зато более объёмная. Прикольно. Малорда тоже хорошая. Конечно, они все хорошие. Надо будет внимательно на свежие ушки послушать и решить. А вы, друзья, скачивайте файл и слушайтесь, и делите своим мнением в комментариях. Так мы проводим, когда у нас появляется свободного времени немножко, свободное время своё. С вами был Горький и я его ведущий. Шутка. Валера и Виталия там за кадром. Всем спасибо. Все свободны. Меня зовут Илья. Я пошёл в телефон. Пишите в комментариях, что думаете, и мы будем иногда делать такие видосики. Пока. Иногда мы практикуем жизнь. Илья, спасибо большое. Отличная концовка. Шойпсы винтажные.